Наша съемочная группа приехала на место свалки спустя месяц после первого визита. Что мы видим? Наверху перед обрывом строительный мусор все-таки убрали. Но работы еще достаточно много, однако радует то, что проблема постепенно все-таки решается. После визита представителя экологического надзора свалка была признана несанкционированной. Правда, тех, по чьей вине мусор накопился, так и не нашли. Местный предприниматель его предприятия находится рядом с обрывом, утверждает, отходы везут из частного сектора. Так они поросята, вот возят сюда все сами же, вот жители. Все жители, вот они, вот кто здесь живет, сами же гадят. У меня просто финансов нет, загородить, вот тут сделать забор. Территория не приватизирована, а значит за нее отвечает городская администрация. Экологический надзор потребовал у властей принять меры по ликвидации мусора. Соблюдение требований законодательства области обращения с отходами производства и потребления находится на контроле Минприроды Алтайского края. В случае невыполнения данных требований, материалы по выявленной несанкционированной свалке будут переданы в суд. Во время нашего повторного визита местный предприниматель сообщил, что представители городской администрации уже приезжали. Договорились, что Александр приватизирует территорию, где накопилась свалка, и огородит ее. А также за свой счет сделает новую насыпь. Вывести мусор полностью слишком дорого, поэтому как для администрации, так и для владельца территории – такое решение выход. Правда, когда свалка будет окончательно ликвидирована, мы так и не узнали. Видимо, стоит навестить это место еще через месяц. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...